блокировка youtube об этом сейчас говорят все и конечно же каждый блогер должен об этом высказаться я тоже сегодня об этом выскажусь нам прогнозируют что youtube будет заблокирован полностью как вы видите из названия видео это в первую очередь плохо для россии они для каких-то зарубежных недругов нашей страны и почему я сейчас объясню конечно конечно встает главный вопрос для кого это видео я маленький канал маленький блогер что не говори от этого ничего не изменится кто знает кто знает я надеюсь все таки что может быть я верю в оптимизм я верю хорошее может быть это видео попадется кому-нибудь из чиновников которые не совсем понимают что вообще такое видеоблогинг что такое реклама что такое доходы выгода страны и все вот это может быть может быть так случится и кто-то начнет немножко соображать шестерен очки включит и может быть поймут что то что они делают сейчас это первую очередь вредит нам как стране россии россия вперед и вы спросите меня как так сокол кстати кто меня видит первый раз меня зовут сокол я не представился как же так платформа вражеская до зарубежная а мы тут все российские как это может быть блокировка вражеской платформы все это в кавычках конечно жену как они это воспринимают чиновники как блокировка влаж вражеской платформы может ударить в первую очередь по россии очень просто все есть вам все объясню мои хорошие прежде чем приступить главному объяснению мне хочет сказать да я маленький блогер там небольшой но тем не менее тем не менее даже на таком количестве подписчиков я развился до такого состояния что в принципе в принципе хоть это и небольшая зарплата но с ютуба я мог жить существовать как человек как отдельная личность и это я не включаю стримы то есть стримы это совсем другая категория уже да то есть это донат и людей пожертвования до людей потому что ты им очень уж приглянулся и они хотят тебя отблагодарить за контент и это ну все равно что человек на улице тебе на денежку дал за то что ты на гитарке красиво сыграл ему понравилось он тебе копеечку кинул в шляпу да там примерно то же самое да прошу прощения что постоянно пытаюсь кашлять нужно болею еще приехал с нижнего новгородца фестиваля он выступал своей группой и виконт рок хэви металл вот это все тоже погуглите кому интересно по яндекс нити кто не любит google стримы мы не берем в расчет и берем только доход с монетизации это то что платит платформа блогеру за то что он выпускает ролики за показ рекламы то есть это не деньги курсирующие из кошелька граждан в в мой кошелек да как стримы грубо говоря да это от форма присылает мне российскому блогеру и который платит с них налог государству я как самозанятый плачу все что я зарабатываю на ютубе я плачу как самозанятый налог сколько государства определила столько я с монетизации и плачу так вот на эту только монетизацию без стримов можно было уже прожить несмотря на то что у меня всего лишь 24 тысячи подписчиков но и ролики последнее время с связи с этими замедлениями всеми этими нехорошими вещами начал выпускать мало ну и конечно же я скажу и не нехорошие слова в адрес и российского правительства и конечно же американского обязательно то есть и там и там виноваты и есть к сути вопроса что сейчас наши чиновники хотят нам сказать мы сейчас закроем youtube и блогерам некуда будет деваться и они придут на наши отечественные российские платформы и будет замечательно наши российские платформы будут развиваться и все у нас будет хорошо вот тогда уж заживем но сейчас я буду объяснять как раз самую главную вещь почему никто не придет ни на какие российские платформы и все будут сидеть на ю тубе до последнего а если уж совсем какими-то магическими свойствами этот youtube заблокируют и на нем нельзя будет смотреть ролики сейчас можно даже замедлениями все прекрасно смотрится если какими-то магическими способностями программными все это заблокирует так что вообще нельзя будет на него никак попасть топ скорее всего скорее всего блогеры пойдут в какие-то другие профессии и я не говорю про крупных топовых блогеров которые которых государство покупает у них все будет хорошо они куда бы ни пошли всем их будут рады и даже если не будут покупать ой не будут получать деньги с монетизации они будут покупая получать деньги от государства пока идет такая программа чтобы развивать российские платформы в чем заключается развитие платформ сейчас на данный момент у вот в нашем плачевном состоянии это то что они берут топовых блогеров дают им деньги до государства наше и говорят им чтобы эксклюзивно они заливали свои видеоролики только на российскую площадку то есть чтобы вы понимали блогерам ну чем деньги платят большие деньги платят хорошие почему бы и нет собственно не пойти пошли и заливали другой контент они продолжают выпускать там на ютубе но эксклюзивный контент к это они выпускают на какой-то площадке и люди которые их смотрят на ютубе они приходят в контакт так по мнению государства должны развиваться российские платформы почему это не работает объясняю как только перестанут субсидировать больших блогеров государственными вот этими пожертвованиями эти блогеры перестанут выпускать свой контент на российских платформах потому что монетизации там как таковое нет она непонятно как это работает и это уникальный отдельный каст блогеров чипа чбд там но таких больших с миллионами просмотров большими охватами которых зовут средним и маленьким блогером в принципе на платформах на этих делать нечего потому что монетизация понятное на ютубе на наших российских платформах какая может быть монетизация давайте поговорим о том для чего блогер идет человек идет в блогеры вообще то есть на youtube частности да почему так привлекательный youtube для обычного простого человека первое это то что можно получать реальные деньги за свой контент который нельзя невозможно получить на других платформах второе это можно из старого лозунга который был в ссср был не кто был никем тот станет всем до этот лозунг работает пролетарский и на ютубе потому что ты можешь быть никем выпустить какой-то сногсшибательный крутой ролик и сразу же получить миллионы просмотров если повезет тебе да если богине удачи быть на твоей стороне и ты стаж сразу и ни с кем и из из никого станешь кем-то это и привлекает людей на youtube почему это происходит именно на youtube и больше нигде потому что есть система рекомендаций алгоритмы рекомендации платформа собирает а твои интересы не знаю прослушивает она ли основываясь на том что ты смотришь или все это в совокупности но тем не менее вот ты заинтересовался какими-то роликами ты начинаешь и гуглить начинаешь их в ю тубе искать поисковики осмотреть и потом уже на этих же интересах подобный контент youtube те начинает предлагать да и молодой человек приходящий на youtube он понимает что он может загрузить свой ролик на youtube у него уже может быть 0 подписчиков он может загрузить ролик на youtube и у него может стать миллион просмотров на этом ролике на другой платформе такого не существует я смотрел много очень всяких блогеров которые проводили эксперименты которые говорят что вот мы загружаем там на тот же рутуб и месяцы мы загружаем контент и у нас там 10 просмотров о чем это говорит о том что на ю тубе такого просто в принципе быть не может если твой ролик интересно если его начали смотреть и начинает еще больше его пихать людям смотрите смотрите какое классное видео здесь все российские платформы они являются как бы это не обидно было не звучало бы обидно они все являются подсосами ютуба в плане в том что за блогером приходят на любую российскую платформу приходят только тогда когда блогер стал кем-то известным на ю тубе наоборот не бывает так понимаете потому что нет ни одного блогера я не знаю который стартану на друг на российских площадках стал популярным а потом начал звать свою аудиторию на youtube такому не бывает просто когда наши власти сидят и думают что сейчас мы обрежем youtube и все люди побегут в российские платформы давайте посмотрим что произошло с инстаграмом до заблокированная в россии сеть все сидят в инстаграме как сидели ничего с ним не стало прошло уже два года альтернативы нет да альтернативы нет и люди исхищаются и остаются на этих платформах любыми путями да если совсем ужать у блогера вот эту вот возможность зарабатывать и быть популярным наносить свой контент да потому что на ю тубе твой ролик распространяется надо на российских платформах не распространяется если эту возможность забрать у блогера то блогер не будет вот по логике да по логике вещей задумайтесь просто вот если какой-то из чиновников смотрит просто может этот запомнит передаст выше куда-то какой-то орган же есть который отслеживает следит у нас в россии за блогерами чтобы они сказали чего-нибудь лишнего кто-то посмотрит этот ролик и поймет что просто с точки зрения шкурного интереса обычный российский блогер не пойдет на российскую платформу потому что он не сможет там заработать если это не крупный блогер которым платит государство я имею ввиду чисто монетизация честный заработок монетизация роликов за показы рекламы на российские платформы заработать на этом невозможно и когда чиновники думают что блогеры побегут на российские платформы вы подумаете об этом для чего блогер будет грузить впустую свой контент на чужую на российскую площадку если он не будет получать за это денег производство роликов это сложный долгий процесс это нужно придумать в голове выстроить план своего повествования написать на бумажке ключевые какие-то абзацы которые ты будешь освещать да потом уметь обращаться с камерой купить эту камеру уметь эту камеру настраивать это сложный процесс потому что картинка вот такая красивая как у меня сейчас у меня еще ремонт идет и здесь просто я сижу на кухне у меня голые стены ничего еще нет ну по крайней мере они крашены белые чистые и фонарик один сзади стоит но даже такую картинку на телефоне такой картинки добиться невозможно потому что это автоматическая съемка и она снимает не так классно близко не так классно как хорошей камеры как у меня например у меня не 4к даже камера просто full hd зачем подумайте просто своей чиновничной головой для чего каким образом вообще человек по вашему плану должен при отчекивании ютуба пойти на российскую платформу если не будет получать за это деньги и если у него будет 0 0 просмотров я смотрел больших блогеров которые в тайне никому не говоря делали да я сейчас вам свой рутуб покажу который тоже несколько месяцев у меня гружу ролики туда которые загружали даже блогеры у которых там под 100 300 тысяч подписчиков загружали в тихую никому не говоря свои ролики на рутуб и они там не набирали ничего ничего хотя это тот же самый качественный контент который на ю тубе набирает большие просмотры вот скажите мне господа чиновники которые все это придумывают будет ли человек работать а вот это все сложно настройка камеры изучение настроек цветопередача на умение работы с редактором изучение вот этой программы монтажа это столько с человека дней месяцев вот этой изучением многих вопросов которые нужно настройки там убес на настройку куча всего я уже не говорю там про игровых стримеров типа включил игрушку играет нет это тоже это нужно сидеть нужно знать и понимать как настраивать так чтобы картинка на трансляцию тебя не упала чтобы трансляция была в хорошем качестве чтобы игра была в хорошем качестве чтобы ресурсов твоего компьютера хватило на оба этих параметра если их не хватает нужно покупать второй компьютер нужно знать как подключать эти два компьютера покупать какие-то карты видео захвата знать как ставить свет там столько всякой вот этой вот работы которая идет за камерой но у многих конечно считает многие считают что работа блоггер это какая-то ерунда и они не видят то что это работа серьезная сложная работа и видимо чиновники этого тоже не видят и кто будет проделывать всю эту тяжелую работу зная что она никак не отобьется вообще никак вот давайте будем смотреть давайте будем смотреть я сейчас загружаю свой рутуб вот смотрите мои видео первое видео я загрузил пять месяцев назад на моем канале рутуб уже раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать тринадцать видео на канале за пять месяцев ну и двадцать шесть подписчиков 26 подписчиков ну хрен бы с ними с подписчиками самое главное что просмотры просмотры давайте смотреть первое видео причем некоторые видео которые у меня стабильно набирают в в ю тубе там тысячи просмотров да здесь вот например первое видео там с кипелом 45 просмотров за пять месяцев следующая группа воли и разум тоже тысячи просмотров у меня набрала на ю тубе 24 просмотра дальше группа мастер тоже тысячи просмотров на ю тубе на рутубе 14 просмотров след следующий я пою песню 17 просмотров я говорю о своем корпусе 13 просмотров новый корпус купил компьютер ночь красивый следующий снова воли и разум 16 просмотров по дополнение к воли и разум 16 просмотров то все что у меня на ю тубе заработала ну просто вот эти даже там ролики вот сейчас два воли и разум подряд вот смотрите вот пожалуйста пять половиной тысяч четыре тысячи да пожалуйста вот но дальше возвращаемся до гран кураж 21 просмотр самый красивый пк корпус что-то видел 26 просмотров мажоры атакуют 25 просмотров кипелов не собрал зал тоже на 35 34 просмотра кипелов не собрал зал давайте посмотрим сколько он на ю тубе собрало это на ю тубе собрало 10300 так дополнение кипелов скому ролику 13 просмотров этот парень переиграл мир 20 просмотров пожалуйста я не говорю уже про комментарии которых там в принципе нет вот это мой улов это нормальный качественный контент там с хорошим звуком с хорошей картинкой за пять месяцев до давайте ну я про монтизацию вообще ничего не говорю вы сами понимаете это ну просто вот но вы сами видите что это за просмотры дальше смотрим канал на яндекс дзене да на которой я гораздо дольше переливаю контент ну вернее не переливаю контент а выпускаю новые ролики сразу и на ю тубе и на яндекс дзене 381 подписчик и первое видео сейчас я загружу сейчас мы мы найдем в этой непонятной менюшки где у нас видео нашел наконец студию не надо было переходить так мои видео первое видео нас загружено очень давно очень давно первое видео загружено два года назад сейчас мы посмотрим на наши успехи которые в яндекс дзене еще одна наша полформа российская до первое видео два года назад черный чай там дегустирую 141 просмотр ну за два года шикарно да ну ладно хрен с ним истинный маг песня лютика заплатить ведьмаку заплатить чеканной монетой 5 с половиной тысяч просмотров вы скажете неплохо да но если перейти на мой канал на ю тубе там 750 тысяч просмотров на этом видео дальше не дарите цветы мужчин мужикам 315 просмотров от 100 просмотров до 215 128 вот они все наши красивые просмотры 90 просмотров 26 просмотров это все ролики которые на ю тубе тысячи просмотров у меня набирают 264 просмотра 382 но к слову сейчас мы дойдем некоторые ролики у на яндекс дзене у меня набрали даже больше чем века сейчас мы их сейчас мы дойдем пока все вот эта мелочь 50 просмотров 100 просмотров все такое маленькое бах 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 вот бах ролик который даже опередил про сериал властелин колец и рассказывал хороший классный ролик 24 почти 25 тысяч просмотров на ю тубе у меня меньше там около 15 тысяч просмотров у меня на этом ролике по моему и иск и вы скажете ну вот есть же есть же чё-то что-то происходит как-то твой ролик кто-то посмотрел да кто-то мой ролик посмотрел но давайте еще раз быстренько найдем мне еще какой-то большой ролик здесь был по моему еще больше сейчас буквально так 70 70 просмотров так некоторые вот по тысячи заходят но где-то у меня был прям большой ролик какой-то или это был самый большой сейчас дойдем как правильно лишиться девственности пи 6 тысяч просмотров зашло кому-то на нет слушать это самый большой ролик вот 2400 один ролик все остальное есть несколько роликов пару роликов по 5000 есть пар роликов по тысячи все остальное вот это 100 просмотров где-то плюс-минус что же заработал за два года друзья мои за два года постоянной публикации плюс у меня здесь не только ролики у меня еще статьи с телеграма сюда репостятся то есть какие-то свои мысли там в общем еще дополнительный контент то есть больше чем на ютубе выходит на ютубе только ролики а здесь и ролики и с картинки какие-то с моими пояснениями то есть монетизация смотрим бах 3644 рубля за два года нормально заработок российская платформа и это качественный контент который на регулярной основе опустился два года два года про контакт я вообще молчу чтоб вот с монетизация там я не знаю что происходит вообще но чтобы тебе включили монетизацию там нужно пять тысяч просмотров он подожди про контакт давай чуть чуть позже вот вы скажете а чё так мало 3600 там же были какие-то многотысячные какие-то просмотры да и это только видео я смотрел без вот этих вот своих статей да потому что на яндекс дзене монетизация работает таким образом что ты получаешь деньги с показа рекламы только от людей которые на тебя подписаны грубо говоря у тебя на канале яндекс дзене 100 человек подписан на тебя до тебя выходит ролик который посмотрел не знаю бывает ли такое ну ладно может быть там миллион просмотров до миллионам миллиону человек показали рекламу но у тебя с канала его посмотрели с подписанных твоих подписчиков верных 100 человек и ты получил деньги за свой миллионный ролик только с этих 100 человек то есть вот столько а все остальные деньги уходят платформе нормально на рутубе монетизация вообще ничего не понятно то есть там тоже есть какой-то предел начните чтобы у вас были с определенного количества просмотров там что-то 5000 просмотров достигните но вот чтобы вы понимали за пять месяцев я не достиг 5000 просмотров хотя это тот же самый качественный контент который на ютубе меня собирает тысячи просмотров все вот эти ролики до которые у меня загружены здесь на рутубе они но на ю тубе больше минимум больше чем 100000 подписка 100000 просмотров да вот эти все ролики если сложить я маленький блогер и оперирую не такими большими цифрами на какими есть ну здесь вы сами можете понимать сколько так можно посчитать 45 плюс 24 80 95 я немножко округлять буду 275 просмотров за пять месяцев то есть вы понимаете что монетизации на рутубе меня в принципе не сметит вы скажете на ю тубе тоже есть некий порог вхождения чтобы тебя подключили монетизацию да но он набирается из-за алгоритмов из-за из-за того что твое видео рекомендуют ты можешь вот прийти на youtube и сразу стать популярным по крайней мере даже если ты не стал популярным ты можешь быстро очень набрать эти просмотры если делаешь качественный контент можешь быстро набрать просмотры и подключить монетизацию и получать больше чем со всех российских платформ в десятки раз я скажу сейчас крамольную вещь но youtube который срезал монетизацию российским блогерам а это несправедливо это неправильно это очень плохо так делать нельзя и это нечестно пусть политики разбираются с политиками но мы обычные люди которые делают развлекательный контент никак не должны нести ответственности за мое личное субъективное мнение за игры политиков и отключать нам монетизацию срезать российским блогерам это просто свинство настоящее но самое смешное что даже при всем при этом при срезанной монетизации то что я получаю с youtube и сейчас только от заграничных просмотров то есть чтобы понимали например у меня там 80 процентов русскоязычная аудитория все остальное смотрят там 20 процентов из других стран даже вот с такой срезанной монетизации несмотря на то что просто даже до этих санкций когда мы жили и припевали припеваючи со всеми в дружбе грубо говоря жили там до 14 года до условно говоря мы получали я раз в 5 всем меньше с монетизации ютуба чем европа америка потом нам срезали монетизацию мы сейчас получаем не знаю там в 70 раз меньше но даже это даже при таком условии я получаю с ютуба все равно больше денег чем с за аналогичное время с яндекс дзена и в контакте вообще монетизацию не могу получить да потому что у меня три с половиной тысячи подписчиков а там нужно 5000 ну вот я могу годами медленно расти и подписчики не прибавляются хотя на ютубе они постоянно растут в контакте почему-то не прибавляются на яндекс дзене практически не прибавляется на рутубе вообще не прибавляются ну там видели 24 человека но даже при всем при этом при вот этой урезанных санкций при том что мы получаем российские блогеры несправедливо меньше денег чем западные блогеры хрен с ним я все равно получаю больше денег с ютуба даже сейчас под санкциями вот смотрите я вам показал за два года три тысячи шестьсот сорок четыре рубля и тут контента больше чем на ютубе выходит в яндекс дзене теперь смотрим мой от сенс и я не выводил из-за ценца даже под санкциями просто не выводил деньги оттуда два года потому что невозможно вывести российские банки очень любят наших российских граждан и они сейчас срезают сто процентов того что ты получаешь то есть мой знакомый блогера вывел 15 тысяч денег заработанных своих личных кровных с ютуба и они все ушли в комиссию банка все 15 тысяч потому что вот такая такая непонятное противостояние у нас западом идет и наши наши чиновники наши банки они почему-то ну считают что тем самым нанесу нанесут урон западу они своим гражданам вот смотрите на мой от сенс даже два года из-за того что из-за того что вывести средства нет вас не было возможности да я не выводил деньги не с яндекс зена специально чтобы потом сравнить да спустя какое-то время как раз вот прошло два года и два года не выводил в под санкциями когда мы попали под санкциями запада уже до российских блогерах совсем закрутили гайки вот пожалуйста двести пятьдесят четыре доллара получилось двадцать одна тысяча с копейками и это учитывая то что естественно я очень опечалился когда нам срем срезали монетизацию просто ну практически лишили ее я стал очень редко заделать видео то есть ну мотивации нет но все равно это хоть что-то да то есть ты делаешь видео тебе заказывают иногда какую-то рекламу да ты вроде как бы постоянно остаешься в медийном пространстве и несмотря на то что денег практически не получаешь ты с монетизацией все но у тебя там есть стримы ты поддерживаясь выходом своих видеороликов свою медийность и люди приходят на стрим тебя благодарят и там на пусть и что-то делаешь тоже какой-то контент эксклюзивный как-то сводишь еле-еле концы с концами но даже так посмотрите под санкциями под дикими 21000 либо 3600 вот и подумайте господа мы которые пытаются сейчас мы подходим главному вопросу почему это в при в первую очередь хуже для россии в первую очередь блокировка youtube а смотрите нормальные деньги блогеры которые бустят свою популярность до начинают работать у них становится больше просмотров подписчиков они становятся известнее их замечая замечают рекламодатели и главные деньги блогеры получают конечно же с рекламы которую заказывают какие-то компании это основной источник дохода блогеров куда пойдут компании которые знают что на российских платформах просмотров не будет за что платит рекламодатель за то чтобы его продукт объясняю элементарные вещи нашим чиновникам российским которые что-то там придумали и решили youtube заблокировать тем самым в ногу сестре ляя что хочет рекламодатель выплачивая деньги за рекламу блогеру чтобы его продукт увидела как можно больше людей зачем объясните мне просто по логике вещей рекламодатель пойдет на другую платформу закупать у какого-то блогера рекламу если на ютубе у этого блогера куча просмотров а на других площадках у него ни хрена нет просто объясните зачем блогер никогда не купит рекламу у блогера если у него нет просмотров ты можешь быть 10 раз там известным человеком да но рекламодатель придет посмотрит а известно с известностью ладно ты себя так расписал замечательно а где просмотры это чё сто просмотров я чё сейчас буду свой там микрофон или какой-то сайт оказания услуг каких-то рекламировать на твоем канале чтобы его посмотрели сто человек и вот это главный момент который чиновники не могут понять во первых российская казна получает деньги с налогов с российских блогеров за того что они платят налоги налог которые само это правительство указала и плюсом российское государство выдумают какой-то налог о рекламе с которым совершенно невозможным волосы дыбом встают потому что там посмотришь на это я имею ввиду не рекламу которую тебе заказывает маленький какой-то блогер при при перевел тебя на карту там тысячу рублей и там ты в 30 секунд там или там 20 секунд сказал вот есть классный канал подписывайтесь на этого чувачка нет нормальные рекламодатели с хорошими компаниями с с контрактами с товарами с хорошими все это рекламу блогер оформляется юридически и закон о рекламе сейчас который существует он обязывает блогера потом всю жизнь отчитываться за каждую рекламу в каждом видео представляете как удобно как я не знаю это блогер но должен быть действительно большой блогер иметь штат юристов каких-то которые будут все эти вещи разруливать и там вот это все вести бухгалтерию заплатил ты налог один раз например с монетизации у тебя и там в месяц если ты блогер побольше у тебя каждый месяц выплаты идут а с ютуба это от 100 долларов выплачивается если меньше она там у тебя просто копится висит с монетизации приходят деньги там все понятно вот у тебя деньги пришли ты заплатила налог все а компании которые покупают у блогеров рекламу они заключают с ними контрактом все юридически и во первых во всем этом разбираться нужно уметь но самое главное что вот отчетность за это блогер должен потом всю жизнь вести ну грубо говоря ты напрягся да даже привлёк какого-то юриста разово там маньяк наконец-то компания там прислала микрофон какой-то из за рекламу заплатили мне там класс там или каким сервис услуг каких-то блогер радостный да там потом сталкивается этими юридическими проблемами ладно разобрался один раз составили они весь этот договор там заплатили ему деньги он это рекламу выпустил деньги положил в карман но потом он должен годами смотреть этот ролик смотреть как из какие там просмотры какие у него это она об аналитике какие у него там доходы и все это отсылать государству это просто я не знаю это одно только вот упоминание об этом отбивает все желание заниматься блогерской деятельностью потому что представьте если у вас даже один такой ролик уже напряжена да если у вас 100 таких роликов просто это там просто днями напролет нужно сидеть это и отчеты эти составлять и куда-то это цела это нужен а человек на зарплате который будет у блогера этим заниматься блогера нет времени заниматься этим блогер делает контент и это не быстро это не быстро и вот такими вещами думают чиновники что мы сейчас просто перекроем это и им всем некуда будет деваться и они побегут на российские платформы что случится я вам говорю вот а если каким-то образом все-таки youtube заблокируют это люди первое это будут до последнего всеми возможными хакерскими там каким-то випе нами там еще какими-то средствами пытаться на ютубе остаться если это невозможно то они либо прекратят заниматься блогерством вообще и пойдут просто заниматься другими другой работой какой-то то есть они просто выкашивают блогеров российские чиновники выкашивают российских же блогеров либо пойдут на английский youtube и с помощью нейросетей будут переводить свой контент и будут получать там бешеные деньги за это за эти же самые маленькие просмотры которые они получают здесь там они будут без санкций плюсом там за рубежом они будут получать денег всем пять всем пять раз больше чем в россии это без санкций даже и на этом можно быть спокойно жить особенно если ты блогер который уже все понимает разбирается в этом вот вот путь которому толкают российских блогеров то есть российские чиновники решают россию дохода и решают лишают блогера в своей профессии потому что никто не будет заниматься киданием гороха в стену или бисером перед свиньями потому что если ты не получаешь за свою работу а это работа сложная работа долгая кропотливая работа если ты не получаешь за это деньги то нахрена этим собственно за не матца поэтому не знаю что будет дальше я что касается меня я буду сидеть на ютубе до последнего российским чиновникам хочется пожелать хорошего дня и чтобы они все-таки включили голову и поняли что обрезка ютуба это в первую очередь вред россии потому что это все равно что автомобиль например изобрели в другой стране давайте отменим в россии автомобили потому что это зарубежное вражеское устройство все этим пользуются я понимаю почему это делается да потому что сейчас у нас идет неприятные вещи которые творят с средней страной всей вооруженный конфликт все борются за власти над умами над влиянием над обычного человека да то есть они там говорят про нас плохо мы их обрежем и будем на российских платформах держать российских блогеров и все будут слушать только то что нужно власти россии да то есть и с той стороны плохо себя ведут чиновники там американские и у нас плохо ведут и те и те пытаются блокировать неугодный контент но эта борьба это малюсенькая малюсенькая нано частичка в ютубе который в первую очередь является развлекательной платформой даже те же советы любые советы которые делают там строители механики ремонт который я делаю вы всегда идете и вбиваете это в поиски на ю тубе потому что там контента со всех стран вам предоставлено со всех стран я больше чем уверен что все российские чиновники тоже смотрят youtube и любую вещь которую они хотят там можно найти потому что это платформа в первую очередь ориентирована на авторов и она старается для авторов несмотря на то что зарабатывает на них да на рекламе она старается так чтобы автору было там комфортно чтобы он делал все более более качественный контент потому что она поощряет его за это да ты сделал качественный контент мы побольше его покажем другим людям неизвестным тебе они тебя запомнят больше показали больше получил денег ты а у нас мотивация какая там говорят про россию плохо причем это нано частичка в этом развлекательным контенте да поэтому мы отрубим тебе возможность просто там быть даже если я не смотрю вообще ничего по политике а я ничего не смотрю про политику потому что вот здесь уже это все просто за зашел на рутуб и посмотреть что мне рекомендуют просто вот но сейчас вот на картинке вы видите записал видео на телефон специально да вот то есть ничего нет из того что я смотрю мне просто вот 11 вооружён одна политика и немножко тнт вот рутуб напоследок хочется сказать что конечно запад поступает с нами по-свински обрезая монетизацию блогерам и вовлекая ни в чем не повинных людей в эти политические игры но тем же самым наши власти занимаются тем же самым потому что сначала они говорили что замедляется youtube не они замедляют самое интересное что да они говорили они говорили что youtube замедляется по причине того что износ оборудования и там уже два года не обслуживают сервера ну чушь конечно полная сейчас выяснилось что это все-таки они замедляют и теперь они хотят вообще полностью отрубить то есть западные наши как говорит президент россии коллеги до поступили некрасиво и мы на их фоне казалось бы можно было бы вести себя как красавчики типа вот вы нас блокируете вы нас давите обрезаете нашим блогерам все а мы стойко спокойно свободу слова даем говорите пожалуйста да вы блокируете наши российские каналы про правительственные вы просто душите не даете свободу слова хотя говорите о свободе слова лицемеры да вот западные лицемеры но мы-то смотрите какие красавчики мы спокойно как более на как говорится правые справедливые сильные на это все смотрим с высока и никак не реагируем но они решили заниматься тем же самым заблокировали инстаграм сейчас хотят и youtube заблокировать опять же блокировка instagram ровным счетом ничего не дала блокировка youtube тоже скорее всего ничего не даст потому что нет монетизации нет рекомендованных видео благодаря которым ноунейм блогер которого никого никто не знает сможет получить просмотр и прославиться нет вот этого ощущения когда ты пришел в казино и купил там или купил лотерейный билетик да на что на чем это основано на том что ты сейчас заплатил вот эту маленькую штучку поработал и у тебя есть шанс бабахнуть джекпот сорвать да почему это манит людей в казино потому что есть такая возможность даже с этими джекпотами которые выпадают это все равно не перекрывает выручку многократную которая делает платформу казино то же самое на банальные вещи сейчас говорю который наверное в любой рассуждающий человек знает не понимаю как могла прийти просто в голову идея блокировать youtube блокировать instagram для меня странно это просто вот выставил себе ногу потому что лишение самих себя же потока денежных средств за рекламу своей страны просто непонятно почему то есть ну в разрез логические цепи как ну как то все это хочется чтобы люди которые принимают решение просто сначала проанализировали ситуацию что происходит поэтому долгое такое нудное видео маленький блогер разливает душу и быть может если это сделает каждый блогер и покажет нашему правительству выгоду которая она теряет может хотя бы это переубедит их не заниматься ерундой вот этой вот и оставить у дуб в покое с вами был сокол и стены магда пребудь сами сила всем пока